С первого этажа все эти клетки встретились, и вот он, я скажу, и вот он, я появился, появился! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня будет интересное видео на интересную тему, и, кстати, так совпало, что эта тема даже была... Привет, скажи всем привет! Тема будет аборт или рожать, что же выбрать? И мне уже даже поступали не одно предложение, запрос, чтобы я рассказала, когда просят меня совета, вот чтобы ты посоветовала, Селена, но в таких ситуациях, конечно, я ничего не советую, я ничего не могу говорить, я только могу поделиться своим взглядом на это. Что могу сказать? Как раз-таки буду обращаться к той девушке, которая последний раз мне писала, у нее как раз-таки дилемма, потому что сложная ситуация в жизни, и вроде бы муж как-то не очень хорошо себя ведет, и у нее есть уже ребенок, и это второй, и вроде бы с финансами плохо, и все такое, и она не может, как бы, она не хочет делать аборт, а ей как бы близкие советуют, что надо делать аборт, да, вот такая вот вещь. Ну, это личное дело каждого, и могу только сказать, что делать аборт или не делать аборт, это чисто наш выбор и полностью наша ответственность за все это. Расскажу про свой взгляд. Я никогда в жизни не делала абортов, и, в принципе, никогда не беременела, да, кроме вот этой вот блестяшки, которая сидит, блестит у мамы на руках. Всегда я относилась, даже, ну, кто знает, да, что мне очень импонирует, и вообще, и вообще я живу буддийским взглядом на жизнь. Но даже до того, еще там 16, там, не знаю, 16 или даже неосознанный такой возраст, я вам скажу, что никогда я не думала о том, что я буду делать аборт, даже если бы я забеременела в 15 или в 16 лет, у меня еще тогда были такие мысли, что я бы в любом случае рожала. Конечно же, даже в то время, когда я была совсем молодая, я понимала, чем это может грозить. Это может грозить тем, что вы не успели вообще никак в жизни реализоваться, вы не знаете, как заработать деньги, и ребенок, он только усугубит ваше положение, потому что денег нету, времени нету, ничего нету, и еще ребенок, которому ты как бы ничего не можешь дать, да. Но на самом деле вообще мой опыт показывает, ну, у меня чисто интуитивно такое было, да, что ребенок, он поможет реализоваться. То есть он сделает все, что вы из кожи вон вылезете для того, чтобы добиться всего, да, и именно он большой мотиватор для этого будет. И кто даже когда-то и ничего не делал, да, никогда. Может быть, человек жил просто, да, ничего не делал, у него в жизни мотивации не было, и не зарабатывал никак, ну, никак его не шевелился. Появился ребенок, и появился стимул. Ты понимаешь, что это существо зависит только от тебя, что ты будешь делать. Но у меня вообще с детства позитивный настрой, и не знаю, как я такая вот родилась, но я всегда верила в лучшее и понимала, что даже если в любых условиях, даже если я буду вообще без крова, без жилья, я вытяну. Ну, то есть такая вера в себя, может быть, да, сделаешь. Вот я не хочу сейчас работать на дядю там какого-то, да, например, я такая вся. Ну, а если нет условий, нет возможности сидеть на попе ровно, да, тебе нужно двигаться, пойду работать и на дядю. То есть я готова поступиться с какими-то даже принципами и желаниями, если есть мотиватор, конкретный мотиватор. И я знала, что в любом случае, если бы так сложилось, что в каких-то не очень благополучных условиях я забеременела, я понимала, что будет тяжело, будет тяжко, но я вывезу. Вот у меня всегда такое было. И для меня никогда не стоял там вот аборт или рожать. Второй момент, когда я уже столкнулась с буддийским взглядом, то мой взгляд, он ещё больше зацепился за всё это. Почему? Потому что с буддийской точки зрения, хотя сейчас даже я и ходила уже вот, когда мы крестили малыша, сразу скажу, что крестила я его по просьбе своих близких, родственников, кто у меня христиане, чтобы они были спокойны. Я покрестила малыша, чтобы вот у него всё было, по их мнению, чики-пуки. Вот, поэтому всё сделали. И, конечно же, мне нужно было пройти там кое-какие лекции. И как я поняла, что в христианстве тоже уже, знаете, момент, когда появляется малыш, да, у нас как бы вот по закону, да, с точки зрения вот нашей моральной, социальной, там, да, в основном ещё, по-моему, такой взгляд на это, что жизнь человека появляется, ребёнка появляется в момент тогда, когда он родился. Всё, значит, есть человек. И вот если кто-то убивает младенца или что-то делает, да, с ребёнком маленьким, уже родившимся, то это наказуемо, то это преступление. Но аборт не считается преступлением, потому что что вроде бы как в животе ещё не родился, вроде бы как и нет человека, да. Но с буддийской точки зрения душа и ум по, ну, как там вот все называют, да, то есть, ну, душа, ум, чтобы вы понимали просто, да, обобщаю это, появляется в тот момент, как только сперматозоид встречается с яйцеклеткой. В этот момент появляется душа или ум, как назвать, то, что начинает чувствовать. И это очень важно. Начинай. Не начинай. С первого этажа яйцеклетка встретились. И вот он, я скажу, да. И вот он, я появился, появился. Так, Серёж, ладно, сиди, давай. Ну всё, сиди, не мешай только. И то есть в тот самый момент, как только всё это случилось, появился комочек такой, то, что умеет чувствовать и переживать, ой, ой. Ну, Дэнь, дай я тебе расскажу. И в тот момент, как всё это происходит, как только появляется что-то, что может чувствовать и переживать, ну, лично для меня, моему взгляду, моему внутреннему, там уже есть ребёнок, там уже растёт частичка вас. И для меня в любом случае, как ни крути, грубо это будет сказано, это убийство, это убийство ребёнка. Единственное, что по закону это, как я понимаю, не преследуется, да, нигде. И у нас это, ну, как бы разрешено и всё. Ну, здесь вопрос чувства. Другой момент, когда происходит уже через какое-то время, когда мы ребёнка начинаем чувствовать, да, и всё, там уже жизнь живёт. Вот. Просто оно пока маленькое. А когда делают УЗИ, показывают, там, ручки, ножки, глазки уже, там, это буквально какие-то там недельки, да, и всё уже видно. Вот. Вот. Поэтому мне лично мой взгляд и моё внутреннее ощущение просто никак не позволило бы никогда мне сделать аборт, хоть считая, как палец отрезать, да, там, я не знаю, ну, частичку себя вырезать, когда там всё здоровое и естественно и растёт, и вообще это новая жизнь, это новый человек. Это не палец, конечно, отрезать, это я так утрировала, да, очень грубо так сказала, можно сказать, но я имею в виду, что это частичка от себя, которую, как бы, зачем вообще неестественно и плохо. Скажи, чтобы надо предохраняться. Да, мама подсказывает мне, что надо предохраняться. Да, я хотела сказать просто о том, что все эти вопросы и всё это, это вопрос ответственности. Вот я не вижу здесь ничего, кроме как вот на самом деле ответственность. Если девушки, которые не готовы к детям, оказываются в подобных ситуациях, это всё их просто безответственность, если они в конце концов потом думают об аборте, тогда нужно предохраняться, тогда нужно выбирать правильного партнёра, и здесь уже никто, ну, как бы, не виноват. Да, это плохо делать аборт, нельзя его делать, это убийство детей, я считаю. Ужасно это, ужасно. И я на самом деле, у меня одна из подруг, которую вы не знаете, делала аборт, и она очень сильно переживала по этому поводу. Она, можно сказать, не хотела его делать, да, но у неё там с партнёром не получалось, а это не тот мужчина, с которым она хотела идти по жизни, и в итоге она вот решила сделать аборт. И я была с ней рядом в этот момент, потому что она моя подруга, и я кто? Я не имею права ей запретить или всё, да, или там перестать общаться после этого, я не могу. Я просто была рядом в тот момент, но я видела, что она переживает, ей было очень плохо, она понимала, что она избавляется от ребёнка, что это вот, ну, у человека была депрессия долгое время, истерика там, и всё на свете, но она пошла на это, и это её личный сознательный выбор, и как бы дальше только она сама с этим как-то живёт, и я не знаю, больно и не больно, остался ли какой-то след конкретный, да, травма, я не знаю, сейчас мы не так тесно общаемся, как раньше. Ну, так просто годы разошлись, там дети, все дела и разбежались. Вот, ну так, редко поддерживаем связь. Ну вот, о чём хотела сказать, да, что это вопрос ответственности. Значит, не так серьёзно мы к этому относимся, и безалаверно, что в каких-то не очень хороших условиях мы беременеем, а потом думаем о том, что, ой, это лишненькое. Я считаю, что это вопрос очень серьёзный, к нему подходить нужно очень серьёзно. И каждый раз, как только вы имеете связь с половым партнёром, вы сразу должны задумываться о том, что, ну, что может быть, да, что может забеременеть, и что может быть всё что угодно, и презерватив может порваться, да, и сквозь презерватив даже говорят, что там какие-то дырочки, щелочки там находятся, что можно как-то, может всё это попасть туда. У меня взгляд такой, да. Могу сказать, что что бы ни было в моей жизни и в какой бы ситуации я ни оказалась, сложной и несложной, аборт – это вообще не моё. Не для моей жизни никогда. Будет сложно, не будет денег. Всё сделаем. Жизнь, она такая, что, мне кажется, человек способен на многое, и порой бывают, приходят решения какие-то, когда ты их даже нигде и не ждёшь. И даже более того скажу, что даже в какой-то сложной ситуации я не буду надеяться на помощь чью-то, что кто-то мне поможет, кто-то мне даст денег, я такая бедная, я там с детью и детьми, ну, к примеру, да. То есть всё сама, всё сама. Наши матери раньше вывозили нас и троих, и пятерых, и муж бухал, там денег не приносил. Было такое, да. Я много семей таких знаю, многодетных, где... Или работает вообще один там муж, а... Ну, не знаю, сейчас есть садики, сейчас есть много всего и возможностей, и море. Было бы желание. Ну, а если нету всего этого, тогда просто нужно быть аккуратнее, чтобы не пришлось убивать живое существо. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Надеюсь, мой взгляд как-то помог вам. Если он сделал кого-то более ответственным, это вообще супер-пупер. И вот. Такое вот видео, надеюсь, я помогла. И задача была поделиться своим взглядом, не более того. И как бы советовать и решать здесь я вообще не вправе, и даже не возьму на себя такую ответственность. Чтобы... Почему даже никогда не посоветую своей какой-нибудь подруге или знакомому, делать аборт не посоветую, потому что это просто претит моим принципам, да, и вообще взглядом, а рожать тоже я не буду советовать, потому что я могу быть потом крайней. Если у этого человека, вот он родил ребёнка в сложных ситуациях, когда хотел сделать аборт, к примеру, да, а я такая рожай, рожай, ты справишься, и вдруг она не вывозит. Ну, вот такой человек, ну не вывозит она. Это я, может, вывезла, я такая вот крутая, да, верю в себя. А она нет. И вот ей плохо, и, может быть, она будет думать, что я должна там как-то помогать теперь ей, да, раз я уже сказала. Или вот ты посоветовала, я не вывожу. Посмотри, какая жизнь. И каждый раз там будет ребёнок что-нибудь плаксить, или вот я, бывает, тоже там загоняюсь, нервничаю там, да, а слабый человек будет говорить, вот надо было делать аборт, да, или вот она виновата в том, что я родила. Есть и такие люди, представляете? Поэтому я никогда на себя ответственность не возьму. Ни ту, ни ту, короче. Я могу только вот слушать, наблюдать в этой ситуации. Не хочется быть вообще никакой отправной точкой. Но вот здесь, сняв это видео, сняв это видео и просто высказав свой взгляд, я уже могу быть для кого-то отправной точкой. Но не так, что я кому-то советую или что-то говорю, а просто исходя из того, что вот я так думаю, и, может быть, кому-то мой взгляд нравится тоже, и он его поддерживает, да, а может быть, он там где-то на 70% его поддерживал. Я сейчас, послушая то, что я говорю, на 100% теперь уверен, да, в каких-то вещах, и нет сомнений в чём-то ни в чём, в чём-то ни в чём. В общем, осуждать, конечно, никого нельзя, все люди разные, вот. Ответственность за чужие жизни тоже как-то не стало бы, только за своего ребёнка, за своё чадо, за свою беременность, за свои роды. В общем, ответственность только за себя. Всё, мои хорошие, я вас люблю, целую, и прощаюсь до следующего видео. Будете счастливы, пусть будут счастливы все ваши дети, все беременяшки, пусть у вас пройдёт всё хорошо, роды прекрасно пройдут. Верьте в себя, и всё будет хорошо. Вера творит чудеса. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!